Здравствуйте, друзья! Продолжается историческая рифма Льва Яковлевича Лурье. Льва Яковлевич, здравствуйте. Привет, Саша. Сегодня вы рифмуете 1941 год. Да. Время очень сложное и тяжелое не только для страны, но и непосредственно для Ленинграда. Да, я не буду говорить о стране в целом, а буду говорить именно о, как это называлось, советской исторической науке, первом оборонительном периоде сражения под Ленинград. Под Ленинградом, начиная с, в общем, 26 июня, когда немецкие войска за четыре дня взяли долга в Пилс и, значит, начали развивать наступление на Псков, который 9 июля был сдан без боя. И стало очевидно, что происхошло то, чего совершенно не ожидали, а именно, что угроза Ленинграду будет не с севера, как думали, начиная Советско-финскую войну и готовя Карельский укрепорайон, а она будет, что называется, с юга, где тоже были укрепления. Был Гатчинский укрепорайон, тогда Гатчин назывался Красногвардейск, но все-таки эту возможность считали крайне маловероятной. Командовал Ленинградским фронтом, создан тогда генерал армии Мартимьян Попов, который был такой советский военачальник, не хуже и не лучше других, командовал потом армиями. Квалифицированный офицер, генерал, ну такой пьющий, матерщинник, все как и полагается. Немцы, знаете, как Пушкин писал, кто нам помог, зима, баркла или русский бог. И нам в этот период Первой войны помогало, к сожалению, не то, что, вообще говоря, должно помогать в войне, то есть командование, планы, генштаб. Хотя, и это правда, были отдельные примеры героизма, и младшие офицеры, и красноармейцы, и народное ополчение, и все, и так далее. А помогло, конечно, колоссальное расстояние. Гитлер и особенно его генштаб фермахта, они, конечно, изучали две компании, которые выглядели довольно угрожающе. Это компания Карла XII и компания Наполеона. И, в принципе, понимали, что главное, что предстоит преодолеть в России, или, по-моему, одно из самых главных, это вообще вот необходимо преодолеть русское бездорожье, огромное пространство, территории очень по-европейски, не густонаселенные, то есть армию придется снабжать не на месте, как это происходило во Франции, или Чехословакии, или Польше даже, а подвозить еще по железным дорогам, сеть которых тоже для немцев очень редкая, и другая колея, и так далее, и тому подобное. Значит, в результате 8 августа, 8, по-моему, сейчас секунду, я посмотрю бумажку, она немножко шуршит. Где-то 12 августа 1941 года немцы остановились на том месте, где Киевское шоссе пересекает реку Лугу, и это, собственно говоря, и есть город Луга. И там, значит, вот ленинградские дамы строили вот эти самые укрепления, которые получили у нас название Лужский рубеж. Лужский рубеж страшно мифологизирован был в истории ленинградской блокады, потому что он был скорее не замком, на который заперли путь к Ленинграду, а скорее такой, в некотором смысле, ловушкой, в которую мы сами угодили. Мы как бы продолжали считать, что главный удар немцы нанесут по Киевскому шоссе, то есть, грубо говоря, войдут, если бы они вошли в город Ленинград, со стороны Пулковской обсерватории и Пулково. Но немцы в предыдущих своих, значит, победных кампаниях использовали охват, и поэтому фон Леп, командующий группой армии Севера, отправил танковую дивизию Манштейна, или танковый корпус, кажется, в обход. Они пошли вдоль реки Плюсы, это приток Луги, по узкой дороге, вышли к Луге в районе Кингисеппа и взяли плацдарм в месте, который называется Большой Сапск, то есть, на правом берегу Луги. И как бы их войска стояли, если идти прямо, значит, это будет Гатчино или Красное Село. Таллиннское шоссе. Таллиннское шоссе, да. Федеральная трасса Нарва. Ну, не нужно забывать, что в августе началось, так сказать, окончательное наступление 16-й немецкой армии, 18-я, которая подходила все ближе и ближе к Таллину, окружая войска особого прибалтийского военного округа. А там был флот? Там был флот, потом был несчастный Таллиннский переход, но нас интересует, значит, и потом, после этого самого несчастного Таллиннского перехода, освободилась армия для того, чтобы наносить Петербург удар на Ленинград, удар с запада. Вот. Но нас пока что интересует 17-я армия, значит, она заняла вот этот плацдарм, а потом с неожиданным образом, хотя, собственно, неожиданного ничего такого уж не было, я ездил по этой дороге, может, и вы ездили между Лугой и Новгородом, есть дорога, по которой ходят автобусы, и вдруг неожиданно они ударили на Лугу. То есть, получился от Луги на Новгород. То есть, получились такие клещи. Они от Луги пошли, как бы налево и направо таким широким, широким обхватом. Новгород абсолютно не был, и Новгород, и Псков были взяты без какого бы то ни было сопротивления. Значит, 19 августа немецкие войска были в Новгороде. Новгородское начальство, естественно, бежало первым, даже как Псковское. В основном они использовали реку Волхов, и там, значит, плыли нагруженные, не знаю, в общем, посудой, мебелью и салфеточками. Баржи с руководителями местного МКВД, обкома партии и так далее. А куда? В Ладогу они плыли? Они плыли в Ладогу, да. Потому что первое, что сделали немцы, захватив Новгород, они перерезали Октябрьскую железную дорогу, то есть вышли к Чудово. И, собственно, с момента занятия Чудово, Чудово, это у нас 20 августа, то есть через день после Новгорода, в общем, можно сказать, что блокада была уже установлена, потому что понятно, что дорога на запад находилась в руках немцев, Киевское шоссе мы тоже знаем, и, то есть, следовательно, Витебская, Балтийская и Варшавская дороги были тоже в руках немцев, и оставалось две. Собственно говоря, Октябрьская железная дорога и то ее ответвление, которое сейчас с Ладожского вокзала уходит на Мурманск. Значит, вот оно еще оставалось, связь с Большой Землей была только через Волхострой, на Тихвин и так далее и тому подобное. Вот 20-го числа произошло некое чудо. Оно не имело, не вылилось в нашу общую победу, но показалось, что немцы не рассчитали не только расстояние, но и способность Советской Армии обороняться. Расчет немцев заключался в том, что советский строй, который осуществил коллективизацию, уничтожил православную церковь и так далее и тому подобное, довольно сильная тогда в России традиция внутреннего антисемитизма, такого негосударственного, потому что средний класс в значительной степени русский был, эмигрировал, и евреи заняли это место, и немцы считали, что эта пропаганда будет иметь успех. Кроме того, было понятно, что, по крайней мере, западная Украина, которая никогда не входила состав России, да и восточная, где был Голодомор, и, вероятно, не будет, так сказать, умирать за Сталина. Поэтому, на самом деле, они, конечно, рассчитывали на повторение польской и особенно французской кампании, когда, как вы помните, правительство бежало в Бордо и объявило Париж открытым городом. Но было несколько различий, я бы сказал. Первое и главное различие заключалось в самом рисунке поведения немцев. Ну, когда мы смотрим фильмы про немецкую оккупацию Парижа, да, то возникают ощущения цветущего города, где подтянутые офицеры СС ходят с французскими девушками и сидят в кафе на Елисейских полях. Французы страшно не любят, вы знаете, разговаривать про это, и их антиамериканизм в значительной степени связан с тем, что именно американские войска освободили их от немцев. Хотя французское сопротивление было, но это, как знаете, в Одессе, когда перед приходом СС власти все, кто мог, убежали в катакомбы, вышли и сказали, что мы были, собственно, в партизанах. Вот так и там все были участниками сопротивления, резистанции, и, собственно, непонятно, кто же управлял Францией. Вот. Ну и это было, то есть быть коллаборационистом, осторожным, может быть, невлюбленным немцам во Франции, было, как сказать, в нравственном отношении возможно. Ну, конечно, исчезали евреи, конечно, значит, убивали действительно тех, кто был в сопротивлении, но немцы вели себя, как европейцы, по отношению к французам галантно, были даны строгие указания, ни в коем случае, значит, не оскорблять никак национальное достоинство. Существовала неоккупированная Франция в главе с Петеном, героем Франции именно в борьбе с немцами, так что здесь был нефибаланс. Что касается славян, то вот там действительно были даны указания о том, что славяне типа не люди, то есть они вот недочеловеки. Евреи, цыгане, душевно больные, подлежат поголовному истреблению, а с русскими следует обращаться как со скотом рабочим. Есть замечательная речь Гиммлера, которую я слышал в Карлхорсте, знаете, то место, где была подписана капитуляция, где он говорит, уступая перед офицером ИСС, что вот главная наша проблема о немцах, она заключается в том, что мы очень сентиментальны. И когда нам надо убить свинью, то мы зовем соседа. Но мы должны понимать, что да, на Востоке мы должны убивать, если надо, женщин и детей. Потому что мы сражаемся из-за немецкой матери и немецкого ребенка. И вот для того, чтобы это сделать, мы должны быть жестоки. Ну и абсолютно бесчеловечное поведение по отношению к советским военно-пленным. Ну, часто, значит, наши, так сказать, те, кто хотят как-то колонуть, так сказать, прошлое, сталинизм, они говорят, что вот Сталин не подписал соглашение военно-пленных. Но он не подписал, но это никак не оправдывает немцев. И кроме того, и это говорят сами немцы, что какого бы ни было положения немецких военно-пленных в советских лагерях, оно было много лучше, чем процент смертности был, особенно в 41-м, 42-м, был близок к лагерям уничтожения. Вот. И, конечно, хотя русский человек лукав, недоверчив по отношению к начальству, я думаю, что он больше верил не политрукам, а тем слухам, которые с той стороны проникали, о том, что, собственно, выбора нет. То есть есть выбор, ну, выражаясь высоким стилем, умереть за Родину, или, как навязывали комиссары, но все меньше и меньше за родную коммунистическую партию, а скорее все-таки за Россию и матушку, или есть возможность умереть в лагерях, где, значит, тиф, людоедство и все прочее. И поэтому постепенно вот это ощущение того, что это реально священная война, она охватывала. Второе, конечно, это недооценки Гитлером крепости советского режима. Мы уже много раз по этому говорили, но всегда, когда мы говорим про революцию 17-го года и по ее последствиям, то этот вопрос очень важный. Значит, одно из двух. Или русский народ действительно быдло, и он не смог свергнуть коммунистов, а должен был бы, и поэтому мы все должны покаяться, или это поля. Или что-то было вообще в советской власти такое, что заставляло людей ее поддерживать. И, конечно, было. И это было, это была возможность социальных лифтов. Значит, все маршалы, которые командовали Красной армией, кроме, может быть, маршала Шапошникова и потом маршала Говорова, были крестьянского происхождения. Это были селф-мейдмены, мало отличающиеся по своему, я бы сказал, не интеллектуальному развитию, а по своему языку, манерам поведения тех солдат и красных командиров, которыми они руководили. То есть, ну вот, Жуков с его лаконизмом, безумной жестокостью, пренебрежением к человеческой жизни, одновременно с трудолюбием, да, это и... Это был, понимаете, не генерал русский, или не великий князь Николай Николаевич, или даже не колчак, а это был еще новый тип людей. И, следовательно, эта советская власть, принесшая народу такое количество горя, она все же опиралась на поддержку, я бы сказал так, наиболее энергичных элементов простонародья, которые были с ней аффилированы. И в результате сталинский режим, хотя там было много критических очень моментов, особенно там в октябре и летом 42-го года, он удержал, он удержался. И, значит, не все бежали, как бежало руководство Новгорода и Пскова. И вот 20 августа это доказало, потому что это легендарный бой Зиновия Колобанова. Значит, такой вот вполне себе тоже крестьянский паренек, закончивший танковое училище, на финской войне, ставший капитаном, представленный к званию героя этого самого Советского Союза за взятие линии Маннергейма. И потом с ним случился афронт, потому что его часть стояла напротив части финской, когда было уже заключено перемирие. И они, естественно, начали, как еще английский путешественник Горсий отмечал, что главное, что отличает русских людей, это с ним торговать. И вот они начали, значит, менять водку на сигареты. Что было, немедленно, значит, стукнули, его, значит, герой Советского Союза накрылся, его разжаловали в младшем лейтенанте, слава богу, что, значит, не расстреляли. И он встретил лейтенанта в Великую Отечественную войну, принял танковый взвод на Кировском заводе тяжелых танков КВ. И 20 августа он был брошен, взвод, ну, на защиту Гатчинского укрепрайона. К этому времени немцы уже прорвали этот самый пресловутый Лужский рубеж. А кроме того, наступали на Гатчину вот со стороны Кингисеппа. И его взвод, он был распределен по всем дорогам. Ну, собственно, танк Колобанова, он стоял на той дороге, которая ведет с запада на Мариенбург, если вы знаете такой район Гатчина. Там такая развилочка, по которой по обоим дорогам могут танки, в принципе, идти. Он нашел замечательное место. Это место называется Учхоз. Это такой брошенный был колхоз, где разводили гуси и уток. И поэтому красноармейцы отлично поели. И, значит, замаскировали танк, сделали капонир. И точно по той дорожке, по которой, значит, он думал, что они должны пройти, это были слабые танки чешские. КВ был хороший танк. И, значит, он действовал, ну, прямо как на учение. То есть подбил первый, подбил последний, потом начал их уничтожать последовательно. И ПСИИ уничтожил. Что является абсолютно рекордом, поставленным в Великую Отечественную войну советским танкистам. То есть вроде бы у немцев есть еще лучшие, значит, результаты. Но советского танкиста такого не было. И, значит, мы должны понять, что это август 41-го года. Это отдельная история. Я не могу, чтобы кратко ее коснуть. Значит, понятно, что за это, ну, по-всякому надо героя давать. Но так как у него с анкетой было неприятно, значит, ему дали только Красную Звезду или Великую Отечественную, не помню. Ну, наводчика наградили орденом Ленина. Но они все выжили. Они все выжили абсолютно. Ну, они были, так сказать, контужены, потому что попадали снаряды, и они провели целый день. Его отправили, значит, на его танки в Царское село. И в Пушкине он был очень тяжело ранен до 44-го года по госпиталям. В 44-м он вступил в строй, взял Берлин, стал подполковником, получил, значит, свои разнообразные ордена. И, естественно, солдат, уже не красноармейцы, солдат его, бежал в американскую зону. Значит, опять все, та же музыка. Ну, правда, уже фронтовое братство. И как-то его особенно в обиду не дали. Перевели в белорусский военный округ, где он в Белоруссии жил до конца 90-х годов. Ну, и, естественно, постепенно или не постепенно, но его подвиг стал известен. Только он и был известен, где в газетах писали, и есть даже према поэта Гитовича. И, значит, все начали просить его присвоить ему сначала, пока он был жив, а потом уже после смерти, посмертно, звание Героя Советского Союза. И только что, значит, вот Фонтанка об этом писала, было очередное письмо, и очередной раз Министерство обороны сказал, что ну, тогда они присвоились, значит, у них были какие-то основания, как мы так будем вот это все. И это, конечно, в общем, конечно, и губернатор Ленинградской области, в котором произошло это сражение, и, значит, председатель Государственной Думы господин Нарышкин, который из Гатчины, и губернатор Петербурга, который защищал Колобанов, им бы как бы пошевелиться все-таки. Потому что вообще такие случаи были, но самый характерный случай это Маринеско. А здесь как бы, ну, все понятно и все ясно. И так, естественно, Гатчина, в конце концов, была взята, но там такая история, мы как бы считаем, что оно все так двигалось параллельно. А на самом деле, значит, Гатчина, Павловск и Пушкин пали уже в начале октября. Уже после того, как была установлена блокада. Там был такой мешок, из которого, значит, выходили через парки Пушкина как раз. И немцы пошли от Чудова по Октябрьской железной дороге. То есть город, который думали оборонять с севера, был взят с юго-востока. Даже не с запада, а с юго-востока. И когда немцы взяли Тосно, то есть не Тосно, а Мгу, была перерезана последняя железная дорога, которая вела, значит, в сторону Карелии, ну, Сибири там и так далее. И потом уже автоматически, небольшими силами, они взяли Шлиссельбург. И тем самым, что называется, замкнули кольцо блокады. Ситуация была настолько паническая в Смольном, что Жданов узнал о, взять Теслиссельбурга, из звонка бухгалтерша. Бухгалтерша какого-то колхоза или же держится станция. На другой стороне там есть станция Романовка. Она увидела, как немцы стреляют людей на пирсе. И, значит, позвонила в Смольный. И в ночь следующего дня они выслали небольшой гарнизон в крепость Орешек. Вообще говоря, и это все признают, что если бы немцы не были так самоуверены, тупо, то они бы могли форсировать него в этот момент абсолютно свободно, пройти по берегу Ладожского озера и где-то там севернее Всеволожской соединиться с финнами. И тогда бы нам всем пришел хапец. И мы бы с вами ни сиденья не рассуждали, потому что, значит, никакой бы людовой дороги жизни бы абсолютно не было. Итак, значит, 8 сентября это все было устроено. А немцы не пошли просто, потому что... Немцы не пошли, поэтому тоже очень важный момент, который заключается в том, я, по-моему, уже про это говорил, что сама идея героической обороны Ленинграда, она не вполне верная. Это было не героическая оборона, а героическое наступление, непрерывное и неудачное. Потому что немцы 17 сентября, то есть в начале сентября, они твердо решили им это не брать. Потому что... Ну, какой смысл, значит, бои в городе, это всегда огромные потери. Если уже ты этот город возьмешь, что как не хочешь с гражданским населением придется что-то делать, кормить, не кормить, значит, мужчин лагеря, то уже, значит, как их там свеклой кормить. В общем, не нужно этого все делать. И бомбы не надо тратить, и снаряды. И уже к середине сентября стало понятно, что сил на то, чтобы и на Украине, и на северо-западе, и в центре нету. Войну надо заканчивать, эту кампанию, и надо все бросить под Москву. И как не сопротивлялся фон Леп, который считал, что у него есть все возможности взять Ленинград. И, наверное, они были, честно говоря, конечно бы немцы несли колоссальные потери в городских боях, что показывали там, показываются Сталинград, там и Мурманск, и Берлин, и Грозный, и вообще все города, в которые шли бой. Но они остановились. 17 сентября танки начали отходить. К этому времени уже появился новый командующий Ленинградским фронтом, Жуков, который, прямо сказать, с одной стороны, жесточайшими мирами навел абсолютно железный порядок, что было важно. Из такой рассказ Данила Гранина, как он выходит из окружения, как раз из Пушкина, и оказывается, в такой орде массе какой-то людей, которые скопились как раз между Средней Рогаткой и Пулкиевской обсерваторией. Красноармейцы без красных командиров, красные командиры без красноармейцев, форсилисты без пушек, танкисты без танков, полевых кухонь нету, никто не командует. Ну, в общем, полная безнадега. И он, в конце концов, побыв там, вот как был, то есть при оружии, при военной форме, он пошел домой. Он жил в Данбурзе. И никто его не остановил. И он прошел весь город, и позвонил, и мама открыла, и он ей сказал, что мама, придут немцы, ты меня разбуди, потому что я так спать хочу, я ни о чем говорить не могу. Вот. Ну, вот немцы не разбудили в значительной степени, потому что Жуков издал этот приказ не шагу назад, который Сталин издался только в 42-м году об коллективной ответственности семей за сдачу в плен о немедленном расстреле перед строем. И это все были не слова. Он расстреливал перед строем командиров дивизий. Я думаю, что это некто дисциплинирующее влияние имело. С другой стороны, и немцы перестали наступать. То есть они взяли все то, чего они хотели взять. При Жукове мы потеряли Стрельную и Петергоф, Царское село и Павловск окончательно были взяты. Все десанты, организованные Жуковым, то есть знаменитые Петергофские десанты, Стрельнинские десанты, Шлиссельбургский десант, окончились поражением, и только на Невском пятачке высадил дивизию НКВД полковника Донского. И так, значит, сколько это у нас получается, 70 лет назад, вот началось это тяжелейшее испытание нашего города, в котором уже были, как бы сказать, всполохи будущей победы. Потому что войну, конечно, выиграли, я бы сказал, Колобановы. И в течение вот этих непрерывных кровавых наступлений второй ударной армии, Синявинской операции, нескольких, значит, битвы под Гайтлова, потом операция Искра, потом операция Нева-2, действительно, войска Ленинградского фронта набрали такого боевого опыта, ценой огромного количества жертв, что затем, уже не останавливаясь, преследовали группу армий Север до Латвии, где окружили и блокировали, а что является такой вот иронией истории. Спасибо большое, Леонид Яковлевич. Это была историческая рифма Леонид Яковлевича Лурия. Мы с вами прощаемся на неделю.